Всем привет! Мы находимся в Крыму, в парке Тайган, где содержатся самые разные животные, в первую очередь львы. Особенностью этого парка является то, что большая часть его представляет собой огромный-огромный вольер, где живут сразу три прайда, примерно, можно сказать, на вольном выпасе. В принципе, для хищников территория имеет значение только если пищевые ресурсы распределены довольно широко, нужно за ней побегать, за едой. Если же еды вдоволь, то куда-то уходить особо не нужно, поэтому такой способ содержания хищников, например, вполне разумен. В маленькой клетке им, конечно, тяжелее. Здесь же животные чувствуют себя более-менее комфортно, у них тут своя какая-то история, свои взаимоотношения, и в общем и целом территория для них подходит. В самом парке в вольерах можно посмотреть еще на обезьян, на копытных, на ягуаров, на гепардов, на самых разных тигров и львов. Есть носухи, есть куча птиц, ну и так далее. Стоимость парка составляет 1000 рублей, разрешается кормление, корм здесь приобретается на месте. Наверное, для детей интересно будет и для взрослых тоже посмотреть. Ну, отношение у меня к таким паркам, оно довольно полярное, непонятное, потому что если мы говорим про зоопарк настоящий, то он создается с целью сохранения дикой природы. Когда создается кому-то дверенец с целью его заработка, это совсем другое. Единственное, что все-таки радует, что среди частных владельцев появляются люди, которые довольно трепетно относятся к животным, и поэтому условия содержания здесь гораздо-гораздо сильно отличаются от многих государственных зоопарков. И по частоте, и по обстановке, и по состоянию животных это видно и заметно. Ну и плюс, опять же, вопрос еще, откуда берутся эти животные, если они берутся из других зоопарков, таким образом распространяясь по территории нашей планеты и сохраняя свой генофонд, ну пусть не в дикой виде, а в таком, в такой, может быть, несколько искусственной форме, но все равно главная цель эволюции при этом сохраняется. Как я уже говорил ранее, у зоопарков есть одна важная миссия – это сохранение генофонда животных. Многих животных мы уже практически потеряли, и они существуют только в зоопарках. Надеемся, что Тайган будет входить именно в такие зоопарки, которые не только заботятся о животных и используют их для привлечения туристов, но и занимаются их воспроизводством и сохранением. Так что, такое первое впечатление о парке Тайган, мы еще походим, посмотрим и, вполне возможно, снимем еще что-нибудь из этого удивительного места. Спасибо. 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 Спасибо.